В давние-давние времена — А ты попроси у всесильного ньямы, — посоветовал лягушке корова, — он всё может. И лягушка попросила ньяму. Ньяма выслушал её и сказал, — Будешь с хвостом, но за это ты должна стать сторожем моего колодца, в котором никогда не иссякает вода. — Хорошо, — сказал лягушка, — буду сторожем твоего колодца, только дай мне хвост. — На вот, получай, — сказал ньяма и протянул лягушке красивый хвост. Наконец-то лягушка сделалась хвостатой. Теперь звери не станут дразнить её. На прощание ньяма сказал, — И запомни моё наставление. Содержи колодец в чистоте, чтобы каждый путник мог утолить жажду. — Хорошо, — ответил лягушка. Я запомню твои слова. Каждому, кто захочет, дам попить из твоего колодца. Она поскакала к колодцу и стала его сторожить. Отныне лягушка ходила надутая, важная. Гордость распирала её. Ещё бы она была с хвостом и сторожила колодец самого ньямы. Однажды, в очень жаркое лето, когда долго не было дожди, все колодцы вокруг пересохли. И только в колодце ньямы не иссякала вода, потому что он был самой глубокой. Лягушка ещё больше надулась и заважничала. Да и было отчего. Теперь каждый зверь, большой или малый, шёл к ней на поклон. Первым пришёл напиться буйвол. Услышал лягушка его шаги и заквакал. Кто, кто, кто идёт мутить воду в колодце ньямы? Ква, ква. — Это я, буйвол, — отвечал буйвол. — Убирайся, прочь, — квахнула лягушка. — Хоть тут всякие, нет воды, высох колодец, ква, ква. И буйвол ушёл обиженный, так и не напившись. Подошла к колодцу овца. Лягушка заслышала её шаги и проквакала. Кто, кто идёт мутить воду в колодце ньямы? — Это я, овца, — отвечала овца. — Убирайся, — отсюда, — закричала лягушка. — Хоть тут всякие, нет воды, высох колодец, ква, ква, ква. И овца ушла огорчённая, так и не напившись. Стала подходить к колодцу корова. Услыхала лягушка, что корова идёт к колодцу и заворчала. — Прочь, прочь, ходит тут всякие, нет воды, высох колодец, ква, ква, ква. И корова ушла опечаленная, так и не напившись. Приходили к колодцу кабан, слон, лев и газель, и всех прогнала лягушка. Никому не дала утолить жажду. Стали звери жаловаться ньяме. — Погибаем от жажды, помоги, сторож лягушка не даёт нам воды. — Хорошо, я сам приду и проверю, — сказал ньяма и пошёл к колодцу. Услышала чьи-то шаги лягушка и заквакала. — Кто, кто, кто идёт мутить воду в колодце ньямы? — Это я, ньяма, — строго отвечал ньяма. Но лягушка даже не слушала ответа и по привычке закричала. — Пошёл прочь, ходит тут всякие, нет воды, высох колодец, ква, ква, ква. — Услыхал эти слова ньяма и рассвирепел не на шутку. — Не нужен мне такой сторож, есть вода в моём колодце. Схватил он лягушку за хвост и отбросил в сторону, а хвост остался у него в руке. С тех пор живёт лягушка без хвоста, и хотела бы она снова сделаться хвостатой. Даньяма ей больше не верит. Даньяма ей больше не верит.